Привет, друзья! Добро пожаловать на Кухню умелой хозяйки! Готовим торт из старой записной книжки, который называется «Аммониевый» или, как у нас говорят, «Аммониковый пляцук». Он готовится очень просто, получается вкусный, по составляющим не очень затратный. Коржи песочные, вкусный очень заварной крем и любой джем. У меня в данном случае клубничный. В описании под видео указано количество ингредиентов. В чашу миксера вбиваю яйца, добавляю щепотку соли, всыпаю весь сахар и взбиваю 5-7 минут до посветления и пышной массы. Сюда же потом добавляю смалец, его можно заменить на маргарин или сливочное масло, и сметану любой жирности. У меня магазинная 15%. Снова всё взбиваю до однородного состояния. Затем всыпаю сюда аммоний. Перемешиваю лопаткой. И в два этапа просеиваю муку и замешиваю тесто. Вначале просто лопаткой, а затем уже руками. Собираю тесто в один комок. Вымешивать его долго не нужно. Стол припыляю мукой и выкладываю сюда всё тесто. Оно ещё слегка может прилипать к рукам. Я его обваливаю в муке и формирую колбаску. Делю её на 4 части. Из этого количества ингредиентов получится 4 коржа. Торт будет достаточно большой, высокий. Его хватит на целую компанию. Каждый кусочек теста округляю и кладу на тарелку. Накрываю пищевой плёнкой и убираю в холодильник на 30 минут. Затем я подготавливаю отрезок пергамента, который равен форме, в которой я буду выпекать. Достаю из холодильника 1 шарик теста и раскатываю по форме. Сначала это делаю просто на пергаменте, а затем уже переношу в форму. Если тесто прилипает, немножко подсыпаю сверху муки. И теперь уже формирую корж прямо в форме. Разравниваю так, чтобы он занял всю поверхность и получился ровный. Затем накалываю его вилкой и выпекаю в разогретой до 160 градусов духовке примерно 20-25 минут. В это время готовлю заварной крем. Он у меня будет на основе пудинга. Высыпаю пудинг в кастрюлю и порциями добавляю молоко. И перемешиваю, чтобы не было комочков. Затем сюда всыпаю сахар. Ставлю на плиту и варю на небольшом огне до загустения. Как только масса закипела, варю где-то 1-2 минутки и снимаю с огня. Накрываю пищевой плёнкой в контакт и полностью остужаю. Вот у меня получилось 4 коржа. Они достаточно такие, кажется, словно забитые, такие, как, знаете, тугие. Но не переживайте, торт хорошо пропитается и он будет очень нежный и вкусный. Готовлю крем. Сливочное масло взбиваю. Оно у меня мягкое, комнатной температуры. И затем сюда постепенно по столовой ложке добавляю остывшую заварную массу. И продолжаю взбивать до пышности и однородности. Обязательно снимаю крем и масло со стенок миски, чтобы крем получился однородный. Далее собираю торт. Выкладываю 1 корж. Крем делю приблизительно на 3 равные части. И покрываю каждый корж кремом. Далее также для наполнения я буду использовать клубничный джем. Можно использовать абсолютно любой. Главное, чтобы он был густой. Для удобства я его перенесла в кондитерский мешок. И вот таким вот способом отсаживаю на корж. Накрываю вторым коржом. Снова крем. Затем джем. Далее третий корж. Ну, всё как всегда. Полка. Далее второй. Ну, вот сделаем. oserł marinом. Учим. Раз. son much more. Слéqu empieza. Ссылкакой. disposition. Можно использовать особенность. накрываю последним коржом немножко вот так прижимаю и убираю торт пока в холодильник а в это время я сварю вкусную шоколадную глазурь соединяю какао порошок с сахаром и сметаной перемешиваю венчиком ставлю на плиту и на небольшом огне увариваю до потемнения и густого состояния можно вместо шоколадной глазури например растопить в микроволновке просто шоколадку с добавлением растительного масла тут уже как пожелаете сразу же горячую глазурь выливаю на торт и распределяю ровным слоем чтобы торт не выравнивать вернее глазу я вот при помощи вот такого фигурного шпателя украшаю верх торта ставлю в холодильник на несколько часов а еще лучше на ночь торт за это время отлично пропитался коржи совершенно не нуждается в дополнительной пропитке он стал мягкий очень вкусные коржи песочные удачное сочетание вкусного заварного крема на основе пудинга и клубничного джема если вы не пробовали такой торту обязательно советую попробовать приготовить а возможно вы знаете этот рецепт потому что этот тортик давние его выпекала еще моя мама вернее рецепт этого торта он не новый поэтому если он вам понравился обязательно напишите свои отзывы в комментариях а если не пробовали то приготовьте он получается не затратный подать его можно как домашнему чаепитию так и к приходу гостей подписывайтесь на канал если нравятся мои рецепты поддержите это видео лайком всем мира и добра подписывайтесь на канал